Всем привет уважаемые зрители канала, многие замечали на складном ноже, а вернее на его замке фреймлок стальную вставку, прессованную или что чаще всего прикрученную одним или двумя винтами. Искушенным нажиманам эта вставка хорошо знакома, а вот начинающие могут про нее ничего не знать, для них это видео. И вставка эта всеми любимый и обожаемый сухарик, который на ножах появился относительно недавно, вместе, а вернее вслед за появлением рукояти из титана, а вернее из титанового сплава. Вопреки расхожему мнению о титане, как о супер-пупер космическом металле, который легкий круче стали, а круче него только яйца, все на самом деле не так. Да, титан легкий и прочный, за счет своей структуры и строения, и ножевым производителям он нравится за немагнитность и коррозионную стойкость, но к сожалению он мягкий. Твердость титанового сплава, а их на самом деле много, и рукояти ножей, да и все остальные изделия делаются именно из сплавов, лежит в районе 30-48 единиц твердости по шкале роквелла. А твердость стали, из которой делается клинок, а как правило, это сталь марок с высшими качественными характеристиками, лежит в диапазоне 58-64 единицы по роквеллу. Из чего вытекал закономерный результат при использовании титанового замка без сухаря при изготовлении рукояти из этого сплава. Пружина замка залипала на пяти клинка, место контакта стачивалось со временем, и у клинка появлялся вертикальный люфт. Привет любителям ранних страйдеров. Выход напрашивался один, уравнять твердости поверхностей, и так на замке ножа с плашками из титана появился каленый сухарик. Кстати, на многих ножах он еще выполняет функцию овертревела, предохранителя от чрезмерного выгибания пружины замка. А еще некоторые любители ножей и ножевые мастера не прочь видеть этот сухарик даже на стальном фрейме, просто потому что он делает нож более ремонтно пригодным и ремонт более быстрым. В случае, что с пятном контакта, достаточно выкинуть старый сухарик, поставить новый, и замок ножа будет как новый. Такой вот каламбор и такая полезная часть ножа. На этом у меня все, оставайтесь на канале, всем пока!